Реклама рекламе рознь. В Чебоксарах демонтируют наружные вывески, которые не соответствуют правилам благоустройства столицы. О том, где поработали специалисты в этот раз, Ольга Пырочкина. И еще год назад чебоксарские депутаты приняли новые правила благоустройства города. Один из разделов документа посвящен наружной рекламе и информационным конструкциям. Предприниматели должны были ознакомиться с нововведениями и привести вывески в соответствие. Все информационные конструкции должны быть приведены в соответствие до 31 декабря 2018 года. Но было еще и исключение. Для исторических центров эта дата была 31 марта 2018 года. Те, кто этого не сделал, сначала получают предписание, затем, если ничего не исправлено, уведомление о том, что предписание не выполнено. Следующий шаг – демонтаж. Вертикальные надписи сейчас в городе запрещены. Вот вы видите яркий пример нарушения. Во-первых, закрыта адресная табличка. То есть горожане просто не видят элементарно какой-то дом. То есть надо, чтобы посмотреть, нужно обойти, переглядеться. И вертикальная надпись. Вертикальная надпись, она сама по себе не читаемая. В ответ на действия сотрудников городской рекламы, владелец магазина по проспекту Ленина вызывает полицию. Однако стража порядка не на его стороне. Ведь с предписанием об устранении нарушений магазин получил еще летом. А если бы дело происходило после Нового года, предприниматель не только лишился бы вывески, но и заплатил штраф. Штрафы на граждан от 300 до 500 рублей, на должностных лиц от 1000 до 2000 рублей и на юридических лиц от 10 до 20 тысяч рублей. Впрочем, когда мы готовили материал к эфиру, выяснили, найти правила размещения рекламных конструкций не так просто. Для этого надо зайти на сайт Чебоксарского городского собрания депутатов и в разделе законодательства найти решение 28 ноября прошлого года за номером 1006. Так или иначе, правила лучше изучить. Ведь если ваша наружная вывеска не соответствует нормам, специалисты городской рекламы идут к вам. Ольга Пыречкина, Республика.